Всем привет, меня зовут Павел Зайцев, я представляю команду Тенспланет СПБ, также команду Тенспланет Трестандарт и свою собственную команду, которая базируется в Батуми, городе, в Грузии. Скоро это будет уже Тенспланет Батуми, но пока что это просто чужицу в Батуми, вот такие дела. Короче, три команды представляю. Как там занимаешься грэппингом? Я занимаюсь грэппингом около, наверное, лет пяти, наверное, может, четырех. А ты не пробовал бороться в кимоно? Я пробовал бороться в кимоно, более того, я даже, я тренер, вообще, по жужицу, также вел тренировки в кимоно, когда-то. Но в один момент у меня был фокус как бы на ММА, больше смещен, и, ну, все, не успевал, то есть и ноуги, и ударка, и ги, это слишком, я считаю, большое распыление, поэтому сейчас сконцентрировался чисто на ноуги. А ты пришел в джужицу играть из-за ММА, когда появился? Я, ну, вообще разными видами единобосса занимался, но непосредственно перед джужицу, да, я занимался ММА, и, ну, по ходу занятий я продолжал, как бы, заниматься, выступать по ММА и также по грэппингу, по джужицу. Но сейчас уже ударки, ну, какое-то время не занимаюсь, уже более полутора лет, и сконцентрировался чисто на ноуги, вот. А есть профессиональный рекорд в моей карьере? У меня есть профессиональный рекорд 1-0. А где ты приводил это в данный бой? В организации КПФ, это местная питерская организация, Kingdom Professional Fight, такие дела. И как ты одержал победу в данном поединке? У меня это была вообще душердирающая история, я, короче, после сгоночки капельницу ставил в очень холодном месте, и все это привело к тому, что в день боя я проснулся просто с температурой такой высокой. Короче, конечно, я хотел с Абмишином выиграть свой первый бой, но в итоге я весь бой дрался в стойке, просто, чтобы не, ну, не просесть по кардио из-за температуры, и просто дрался в стойке, выиграл решением. Как-то так. Что же тебе открыло свои результаты на чемпионате России CBJJ? Ну, вообще, на чемпионате России CBJJ так спонтанно, честно, не залетел. Я ехал, там, носить родных в Санкт-Петербург, и ребята из питерской десятой планеты предложили мне выступить, они довольно большим составом приехали, я не мог им отказать, вот. Ну, выступил не очень хорошо, как бы, те схватки, которые выиграл, там, я выиграл с небольшим преимуществом, там, в адвентаж, там, в балл такого плана, то есть, мало атаковал тоже, у меня были небольшие проблемы с тем, чтобы вес сделать, и первые схватки я был такой недовосстановлен после сгонки, и так сушил, короче говоря. Скорее всего, тренер мой, Макс Недощак, он меня будет за это гнобить, но буду придумывать, как оправдываться. Вот, в третьей схватке в финале, не знаю, что сказалось, может быть, недооценил соперника, может быть, что, ну, он меня просто уничтожил, со счетом, по-моему, 33. Прошел, прошел мне гард, просто, я не знаю, 10 раз, там, не знаю, может, меньше, ну, вот, ну, крепкий парень, молодой, как бы, оказался, и, что сказать, смог он меня перевести вниз, и тяжело было защищать гард уже, против него очень высокий темп он задал, и за счет этого, ну, конечно, меня подразвалил. Какая-то весовая категория тут была? Это пурпура 75 килограмм. И сейчас ты будешь принять участие в абсолютной? Да, сейчас я собираюсь принять участие в абсолютной весовой категории. Сколько тебе примерно схваток будет? Ну, я надеюсь на три схватки, но, может, и одна. Ну, что, желаю тебе удачи, с тобой, Юрий, надо забирать. Спасибо, спасибо. И возьмешь реванш с тем, у кого была в финале? Ребята, будьте в Питере, Теннерспланет СПБ, в Краснодаре, Теннерспланет Краснодар. Приедете в отпуск, в Грузию, в прекрасную, красивую, в Батуми город, курорт. В тренировках ОС.